Меня зовут Максим. Мы с другом моим Лешей педалим веб-сайт, который использует real-time client-server application и построен на PHP. Все круто. Все мы old-school. Нет Node.js, нет веб-стрим, нет аудио, нет видео. У нас обычный веб-сайт. И что мы имеем на данном конкретном этапе. Мы бедные, у нас есть один компьютер. 80-й порт занят Apache, 443-й порт занят Apache. Как нам разрешить соединение для Node.js, который будет слать веб-сокет или какие-нибудь JSON-P-polling, clone-polling и так далее в сокет.io. Все просто. Мы используем обычный прокси. обычный прокси. Например, слэш-сокет отправляем в 9-тысячный или в любой 10-тысячный, 65-тысячный порт. Таким образом мы можем взять только одну машину и нагрузку я смотрел не такая уж она и большая для того, чтобы держать на этом 80-м порту, даже если это обычный веб-сервер Apache, не Nginx, держать несколько тысяч сразу людей. Например, нормально все. Например, 100 человек загружают по F5, а остальные постоянно долбятся в веб-сокет. Или нам нужно купить денег. Взять и купить еще 2 или 3, 2 или 3 машины, выделить под датабейс и так далее. Собственно, мы спускаемся чуть ниже в аппликейшн. На самом деле эта картинка, я не знал, что будет так тускло. Это Лео Ди Каприо, we need to go deeper. У нас есть супер-супер приложение, которое организуют, например, как chat room. Возможная задача, возможно. Которое организует, например, комнаты, как таковые. Как это сделать, как это сделано? Мы сделали каналы, которые не поддерживаются в сокет.io. Эти каналы, что это такое? Физически это для бизнеса, для сущности это группировка людей. Люди в канале. Люди, которые сейчас что-то делают. Для нас это фичи, люди сгруппированы по фичам. Эти люди сейчас в чате, а эти люди сейчас что-то делают еще, а здесь в другой части приложения они что-то делают. Для приложения это просто обычно именованное хранилище. Про хранилище чуть позже. Для кода, например, для ноды, это просто storage для программиста. Это storage, в котором мы говорим, дай клиентов, положи клиентов. А в ноде это всего лишь объект и ключик. Вот что это за объект? А нет, пардон. Что это за каналы? Как просто это все группировать? Посмотрите, Chuck Norris мы пока не берем. Например, taskboard, бизнес-сущность taskboard. Sprint. Это мы группируем уже людей внутри этой сущности, которые на определенном, в определенной комнате что-то делают. Все просто? Просто. Зачем все это, вы спросите? В не очень хорошем соке ТО нет каналов. К сожалению, нет, ни канал есть, нет room, нет chat rooms, нет комнат. И вот это пришлось делать. Может кому-то полезно. У Chuck Norris, кстати, очень-очень прикольные комнаты. Вот. Где это все хранится? Самый-самый быстрый кэш в приложении. Это супер идея родилась из того, что нода наша не сильно-то и течет. Мы сами можем контролировать кэш. Процесс ноды живет долго. Это все лежит в памяти. Почему это не использовать? Почему мы должны использовать memcash? Почему мы должны использовать редиску? Почему мы должны использовать еще что-то, если у нас есть дешевый кэш рядом. Два слайда осталось. В процессе. Прямо в процессе ноды. Прямо в процессе ноды мы определяем локальную переменную. Либо можем выделить соседний процесс и все. Собственно, сокет ИО. Это отличная картинка, но, к сожалению, без браузеров вы видите, что все, все там ИЕ55+, Firefox 3+. Так вот, как с этим обстоит дело? К сожалению, я не стал помарать страницу. К сожалению, меня пугает вот эта цифра. И когда я получаю обновление браузера, и мой функционал перестает работать, и это не первый раз, я отказываюсь от этой технологии. И перехожу на супер старый, старый лонг полинг, потому что я не могу терять людей, к сожалению. Чем он нам помог? Он быстрый, не напрягает браузеры, не напрягает наш сервер. Это же круто. Это все, чего я хотел добиться. Не гонясь за модой, не гонясь за громкими словами и технологиями. Скажу честно. Но нам нужно было организовать общение PHP, самого дубового нашего кода, и Node.js. Опять многие могут кричать Redis, PupSup, PupSub. Нет. Мы просто открыли сокет. Пока у нас нет огромной фермы, пока у нас нет балансера, пока у нас нет, допустим, какой-то кучи серверов, которые обрабатывают эти данные, например, Node за балансером, и там еще 10 серверов Node.js. Мы просто открываем сокет на соседнюю машину, на эту машину, пишем сокет и забираем. Это самая дешевая технология. Мне не нужен Redis в PHP, мне не нужен Redis в Memcash, и мне не нужны эти накладные расходы. Вот это реальный код. Ну, чуть-чуть за комментарием. Вот это реальный код подключения передачи в сокет, пусть даже он блокирующий. Если нет 500 клиентов. Собственно, это то, о чем я говорил. 5 минут чертовски мало, просто ужасно мало. Я уже вижу, да, 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 сейчас. Где мы это используем? Ну, пока, пока это не падает. Если это сегодня вечером упадет, я буду очень вам благодарен. Я буду смотреть логи и думать, почему. Клевый вопрос. Хочешь честный ответ? Нет. Когда мы это пытались и начинали делать, никто не думал о Node.js, и мы пыхописты. И это Legacy. Его можно переписать на Node. Непонятно, зачем вы эти логики? Логика, логика, бизнес-логика, хранение, хранилище, бизнес-сущности, например, тех же игр, таскбордов и всякого такого соединения с базой. То есть это, грубо говоря, фреймворк, пыхопы, старое предложение. Такую майку и марку. Можете ноду, в принципе, с того, чтобы делать, выпросить вообще взять NGX и замечательный модуль NGX. Да, PushStream. Я знаю про него. Там есть каналы, там есть... Я прочитал неделю назад на Хабре про PushStream. Я просто три недели назад волкал деклата. Еще раз. Я просто по этому модулю делал деклата. Ну, по этому, в целом, про УСССР. Ну, кроссдоминностью заведует соки ТО, поэтому здесь его... Нет, там вообще можно выбрать, в принципе. Это будет клево.